Молодежь, способная представлять интересы своего поколения и строить будущее регионной страны. В Брестском облсполкоме под патронажем главы депутатского корпуса области Игоря Брелевича прошло первое заседание молодежного парламента при областном совете депутатов третьего созыва. О ходе большого диалога расскажет Наталья Луговкина. Начало работы нового созыва молодежного парламента всегда ответственный момент. Старт определяет дальнейшую деятельность молодых, инициативных и амбициозных. Первый вопрос на повестке дня – выбор председателя, руководящего состава, а также образование комиссии, утверждение регламента работы. Необходимая организационная процедура позволяет скоординировать деятельность 44 представителей молодежного парламента и обозначить вектор развития молодежной политики на ближайшее время. Ведь именно молодежь сегодня играет важную роль в общественной жизни региона. Молодежный парламент, как любая структура представительной власти, нацелена на решение вопросов жизнеобеспечения наших граждан, конкретно нашей молодежи. Самая гибкая группа, которую нужно слышать, с которой нужно взаимодействовать, сегодня в состав молодежного парламента при блеском областном совете депутатов выдвинуты на самом деле лучшие представители молодежи, наиболее инициативные, патриотично настоянные наши граждане, которые готовы работать, готовы работать на благо государства. Единогласный избранный лидер молодежного парламента Елизавета Басалай подчеркнула, в предстоящие на ближайшие годы работе главной опорой станут традиции молодежного парламентаризма, заложенные в предыдущих созывах. Тем не менее, перед новым составом поставлены дополнительные задачи. В первую очередь мы будем ориентироваться на сельскую работающую молодежь, потому что на сегодняшний день это один из самых главных вопросов, как задержать молодежь в селе при разработке своих предложений по ветве законодательства. Конечно, нельзя без внимания оставить и молодежь школьную, которая в перспективе уже наше будущее. Также новый состав сделает упор на актуальные социально-экономические вопросы при работе с молодежью, на ее гражданско-патриотическое воспитание. Как и прежде, работу молодежного парламента продолжат проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, укреплению традиционных семейных ценностей и института семьи в молодежной среде. Кроме того, его представители уже вошли в электоральную кампанию и считают очень важным и необходимым активно включиться в правовое и электоральное просвещение молодежи. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова